здравствуйте с вами анна и мой канал фишки солишки сегодня у меня большая распаковка и я открою все интриги которые повесила в прошлых видео так сказать сорву завесу тайны а также еще кое-что про что я вам не рассказывала также хочу напомнить вам о кому-то и рассказать кто не знает что у меня открылся второй канал там я читаю аудиокниги так что всех любителей книг приглашаю найти его очень легко вы можете вбить в поисковик название или перейти ко мне во вкладку о канале и оттуда уже по прямой ссылке ну а мы приступим к распаковке обзору и конечно же тестирование первая посылка как раз это то о чем я вам не рассказывала хотя мне очень хотелось мне на обзор прислали робот-пылесос как вы уже наверное прочитали вакуум клина x 600 не от сфор доставка два дня курьером из российской федерации упакован как вы видите хорошо в две коробки ну и начинаем смотреть эта инструкция на английском языке очень подробная дальше сам пылесос отсек для воды отдельной с тряпочкой потому что этот пылесос моющий это база станция на которую он сам возвращается когда заканчивает уборку дополнительный фильтр запасная тряпочка которая сделана из прекрасного материала он очень хорошо собирает воду адаптер который его заряжает обратите внимание евро вилка на другом конце вот такой вход но и собственно сам пылесос внизу обнаружились щеточки и вот такое приспособление чтобы очищать и даже срезать например намотавшиеся на него волосы этот аппарат принесет неслыханную пользу я вам сейчас все объясню вот он собственно сам красавчик пылесос это белая штучка транспортировочный пенопласт я просто его не вынула колесики хорошо ездят эта кнопка включения выключения а также возвращение на базу и его можно сконнектить с вай фай чтобы вы могли управлять с помощью телефона сегодня я расскажу вам о нем вкратце но обязательно сделаю большой подробный обзор кнопка включения выключения это амортизирующая поверхность для того чтобы он не бился и вот так он выглядит снизу тут есть qr-коды которые помогут вам скачать приложение с помощью которую вы можете им управлять вот посмотрите мы его находим я вам обязательно покажу подробно как это сделать и вот он здесь нарисовал уже карту по которой он сам ездил и убирал вы можете также самостоятельно нарисовать эту карту вот таким бегуночком ну и вот здесь сбоку на панельке есть все для этого инструменты а с другой стороны мы можем также и увеличивать и уменьшать мощность этого пылесоса в общем управлять им не вставая с дивана также есть и семейный доступ с обратной стороны у него вставляются щеточки они отмечены каждый своим цветом желтое и белое не знаю какой в этом смысл наверное он есть собственно и все аппарат готов к работе я вам покажу вот этот контейнер здесь находится фильтр мы его уже видели запасной такой есть а это вот основной и легко вставлять одним движением руки нажимаем вот на эту кнопочку и просто вставляем а теперь давайте мы его потестируем я набросала для него здесь кучу разного мусора и пластик и косточки от мандарина и кошачий наполнитель бумажки и всякие разные неприятности и посмотрим как он это все возьмет и так мы его включаем сначала здесь а потом запуск и он начинает работать специально оставила звук чтобы вы могли оценить как тихо он работает посмотрите он собирает все и даже какие-то мелкие волосочки мне это очень важно потому что у меня кошки и шерсть от них он тоже прекрасно убирает и когда он закончил он ищет самостоятельно базу и возвращается но фон фоном а давайте-ка протестируем его в реальных условиях это детская здесь как вы понимаете есть все и он с легкостью преодолевает всякие препятствия а также встретить с конкурентом пытается его подвинуть конечно он не так быстро работает съемку я вам ускорила чтобы вы понимали какую траекторию он сам себе рисует данном случае мы управляли им с кнопки в общем он решил что все закончил он об этом сообщает голосом и вот посмотрите он нашел свою базу и возвращается на нее чтобы зарядиться прекрасно ну и конечно раз он моющий то посмотрим как он моет он делает влажную уборку то есть никакого мокрого следа он не оставляет видимого но вот я за ним шла пальцем трогала действительно мокро хорошая влажная уборка это вот второй контейнер сюда мы заливаем воду а там он собирает остатки какого-то мусора которые возможно еще были на полу тоже очень удобно вставляем и он поехал он чудесно справляется со своей задачей то есть это для такой повседневной влажной уборки вы его включаете каждый день и он ползает и вам все это дело собирает в общем пока я монтировала видео наш пунечка а именно так он был назван мне все помыло собрал сказать что я очень рады ничего не сказать он мне действительно очень понравился это первый пылесос моей практике у меня не было никогда но то что я вижу в общем-то впечатляет главный вопрос конечно же цена на экране вы видите скриншот когда я его делала она была такова из российской федерации евро вилка но сейчас я посмотрела продавец снизил цену то есть там уже 17 тысяч чем-то он стоит ну понятно что это далеко не бюджетная покупка и вот как раз здесь я вам очень советую воспользоваться кэшбэком потому что достаточно прилично должно вернуться если вы вдруг решитесь покупать ну и конечно же хорошая вещь она не может стоить три или пять тысяч рублей также я вам хочу сказать что этот товар прислали мне на обзор и я всегда обговариваю заранее что если продавец уверен своем товаре то пусть присылает то есть если бы товар был плохой я скажу что он плохой в этом случае к счастью продавец был уверен и мне пылесос действительно очень понравился очень достойная вещь если вы давно думали о покупке робота пылесоса то я думаю что стоит обратить внимание на эту модель продолжаем эта посылка пришла для моего мужа я заказала ему рюкзак он ему необходим для того чтобы носить инструменты на работу то есть нам нужна какая-то очень прочная конструкция и так был выбран вот такой рюкзак зеленого цвета цвета у продавца разные ну и давайте посмотрим что же он из себя представляет честно говоря у меня особого доверия нету тем более за такую цену но как вы увидите позже он в общем-то оправдал наши ожидания и так здесь у нас маленький кармашек сюда можно что-то такое положить какие-то документы карточки например или еще что-то далее имеется вот такой средний карман открытой но достаточно глубокий тоже можно ну например он туда кладет саморезы и всякие такие какие-то мелкие вещи понятное дело что в чем-то они просто так их разбрасывает на пластиковой застежки это все у нас держится дальше у него два отделения первое отделение выглядит вот так тоже достаточно глубокая здесь тоже он хранит всякие свои нужности такие инструменты там ножи какие-то еще что-то но и следующий самый большой отдел на вот такой в нем внутри имеется кармашек отдельный и конечно же меня интересует вот это вот прокладка внизу как она будет держаться потому что обычно вся проблема именно вот здесь внутри они все разрываются и в общем-то долго не держится но надо сказать что прошит он достаточно качественно никаких косяков с этой стороны я не заметила все строчки ровные ничего не торчит никаких не так не торчит с обратной стороны у него лямки мягкие и судя по всему вот по этой поверхности дышащие эти лямки я пыталась вставить конечно как всегда мартышка и очки и так и сяк в общем короче говоря пришел муж и наконец показал мне как это всех вставляется вот такая и чистая ткань которая как я понимаю должна помочь чтобы не не вспотела спина такой рюкзак вообще у них позиционируется как походный вот таким образом прикрепляется эти лямки а также есть еще внизу вот такие лямки для того чтобы можно было ставить походный коврик как я поняла ну или например бутылку с водой на полтора литра в общем что-то сюда можно воткнуть и носить в описании продавца указано что он 40 литров но я честно говоря не знаю как это проверить может быть и 40 литров могу сказать одно две недели уже он с ним ходит активно его использует носит в нем инструменты и пока слава богу все в порядке здесь мы вам показываем чтобы вы могли оценить его реальный размер а этот товар заказывал сам муж я даже об этом не знала продавец положил подарочек очень приятно давно что-то они перестали класть нам подарки так вот это я не сразу поняла что такое какая-то тряпочка но оказалось что это как в описании написано волшебное кольцо ну уж не знаю насколько она волшебная а в целом это бандана или маска для лица в общем вот такой рукав он из такого тянущегося приятного материала хорошо растягивается и он без шовный то есть шва у него нет но такую расцветку он себе выбрал хозяин барин как говорится вот посмотрите это складка это не шов то есть шва здесь нет вот края конечно не обработаны совсем я думаю что это нужно сделать самостоятельно или иначе вся эта конструкция просто распустится в целом интересная вещица сейчас он ее нам продемонстрирует как он собирается ее носить ага вот оказывается вот так то есть это у него маска в принципе можно ее и как бандану вот так вот использовать ну что же чем бы дитя не тешилось что называется ему нравится и очень хорошо а эта посылка интересно не столько своим содержимым я его уже 20 раз показывала это чехлы на телефон у одного и того же продавца я беру а интересно она тем что эта посылка ребята с распродажи 11 11 представляете сколько она шла полгода но я хочу сказать что я поскольку этого продавца всегда покупаю доставка очень быстро то дело здесь не в продавцы ага вот и подъехала интрига вот в такой безобразно мятой коробке но к счастью все содержимое на месте и все замечательно это кукла которую я подарила на 8 марта своей дочке поэтому я не могла вам показать ее раньше она смотрит мои распаковки а это как вы понимаете сюрприз и так это запасные части этой куклы руки то есть их можно менять у продавца можно заказать и с ними и без и вот собственно сама кукла очень хорошо упакована я понимаю что это реплика на какую-то куклу которая называется блайс и я ее честно говоря просто увидела на алиэкспресс я про нее до этого ничего не слышала но мне показалось она очень симпатичной ну а главное конечно вот эти вот великолепные волосы ребята они прям как настоящие прям вот натуральные конечно понятно что это синтетика но такая качественная я просто в шоке вот здесь имеется такое колечко посмотрите за него тяните и это кукла еще открывает и закрывает глазки а также делает кое-что еще и на нее я тоже сделаю подробный обзор и там все все покажу а пока я ее вот так вот открывала просто чтобы вам показать я сняла этот материал а потом оставила до 8 марта ну и вот маленькая посылочка которую я тоже однажды вам показывала но не открыла потому что это как раз вот одежда для этой куклы как видите ее присылает голышом но одарить голышом сами понимаете не комильфо поэтому пришлось купить дополнительно два комплекта одежды здесь маечка и юбочка а в другом футболочка и джинсы ну и конечно же вот такие белые кроссовочки или ботиночки мне не сразу удалось их надеть потому что кукла вся подвижная у нее все подвижно каждая часть тела и она имеет много запасных этих частей и дети ее как они говорят могут апгрейдить я ее уже отдела и приготовилась дарить поскольку до кукла не пропорциональная у нее большая голова вся одежда у нее полностью на липучках то есть можно одеть вот так они через голову до об этом будут все писать что она не пропорциональная но ребят про барби свое время тоже всяких гадостей много говорили но детишкам это нравится таковы уж наши реалии так что уж что им нравится какие японские видимо поветрия тут уж мы с вами бессильны но мордочка у нее симпатичная но и конечно вот эти шикарные волосы у продавца огромное количество вариантов и цвета волос и длины и накрученные и нет в общем есть из чего выбрать ну а реакцию моей дочки на эту куклу я вам покажу в обзоре она товар из этой посылки я смотрела очень давно что-то наверное года два но как-то не доходили руки а теперь решила заказать и почему-то не знаю осталось в таком диком восторге так они мне понравились это кошки подставки держатели для телефона то есть вот я например прихожу на кухню хочу что-то посмотреть облокачиваю свой телефон на какую-нибудь сахарницу и первое же push уведомления и у меня телефон падает меня это жутко бесит поэтому я решила взять вот такую штуку что интересно у них вот эти вот присоски очень крепкие прям очень прям не оторвешь в общем вот таким образом это все ставится очень милые кошки есть разные окрасы у продавца я вот в таких двух взяла мне они понравились я прям что-то протащила из них очень интересный материал и не резина и не пластик и не керамика они какие-то такие ну не знаю хвостики у них мягенький то есть их можно это по пошевелить и посмотрите как сделаны лапки розовенькие и здесь ну просто прелесть в общем очень милые подставочки эту посылку заказал мой муж это автомата я уже как-то показывала да дело в том что у нас вокруг закрылись все подобные магазины а ездить где-то искать не захотелось и он заказал на алиэкспресс мы уже их брали они работают нормально на 25 2 абсолютно одинаковых автомата я думаю что все знают для чего они нужны до когда перепады электроэнергии они автоматически отключаются в общем кому интересно берите а это пришла мне сборная посылка и я стала ее раскрывать и как-то интуитивно почувствовала что у нее еще что то есть и да действительно видите нашла очень миленькую посылку а то бы выбросил представляете в этой посылке мне пришла вот такая вот мятая коробочка но она мне коробочка нам содержимое здесь я заказала интересную такую вешалку я ее брала для мочалок ванну внутри коробочки оказался какой-то пластиковый кусочек и я подумала что наверное здесь что-то сломалось ну не знаю сейчас мы с вами все ее осмотрим но скажу сразу что я не нашла никаких дефектов не знаю что это такое вот на такие клеящиеся поверхности китайцы вешают все и они продаются у них отдельные я так думаю что мне наверно тоже стоит прикупить очень хороший клей действительно держит хорошо в общем конечно сейчас мы все с вами это проверим ну и тут началась опять басня мартышкой очки моя любимая я не сразу сообразила как же ее открыть думал может эта кнопка или что но наконец-то на меня озарение снизошло и вот так вот эти рожки отодвигаются и на нее можно вешать ну как видите я ее всю осмотрела и так и не нашла откуда это могло бы отвалиться может быть это не знаю просто китаец бросил в коробку вот посмотрите на фотографиях они показывают какая она прочная и как они вешают и воду на них и вешалки но мне не волнует их прочность поэтому мне для того чтобы повесить мочалки они достаточно легкие ну давайте сходим в ванную и посмотрим как это все получилось вот так я ее приклеила держится она нормально на нее вешаются все виды мочалок прекрасно а то у нас уже места не хватает вот она прочная наверное мочалки по крайней мере выдерживает и слава богу в общем то интересная вещь думаю нам она прямо очень даже хорошо и пригодится и смотрится достаточно симпатично а в этой посылке мне пришли стержни для все тех же стирающихся ручек которые я вам уже не раз показывала они очень быстро заканчиваются поэтому я решила купить много но я не сразу увидела искала где у продавцов просто стержни продаются потом уже нашла уже пустого как эти заказала но ничего две дополнительные ручки по 50 штук в каждой упаковке то есть я взяла 100 штук но для тех кто не знает вот показываю хорошо очень стирается здесь у нее ластик но мне нравится вот такие ластики они тоненькие ими удобно я заказывала тоже в наборе в общем там разные цвета и наборы кому интересно проходите по ссылочкам а этот товар я втайне окрестила меховушечкой это такая штучка ветрозащита для моего микрофона вот который сейчас я вам и озвучиваю для того чтобы приглушить какие-то звуки и какой-то эхо если она есть у меня но их есть я его слышу ну давайте посмотрим вот сейчас я говорю вам вот в такую поролоновую штуку а вот эту меха ушечку надеваем сверху и по идее она должна все-таки как-то более-менее приглушить тем более что я еще и начитываю аудиокниги как я уже говорила в начале ролика поэтому мне вот такая штучка бы очень даже хорошо подошла мех очень приятный ну и давайте сейчас я поменяю и мы с вами послушаем насколько она приглушает звук и так сейчас я уже говорю в нее ну давайте вместе послушаем как это звучит и есть ли вообще разница знаете я на слух не жалуюсь но я честно говоря разница вообще не слышу напишите мне в комментариях слышите ли вы ее но может быть потому что я сижу в помещении понятно ветра у меня никакого нет этот товар тоже предназначен для ванны но когда я брала я почему-то думала что их должно быть две в комплекте даже весь пакетик осмотрела вот видите на фотографии так лихо указано 2 что я почему-то подумала что за 2 или может там написано было не знаю почему но пришла одна и это стоимость за одну штуку это держатель для бритвы в принципе на нее можно много чего повесить это крючок но я вот брала именно для бритвы здесь тоже клейкая поверхность хороший клей это чувствуется держаться она однозначно будет металлическая здесь у нее защитная пленка снимаем и вот посмотрите металл очень качественный толстенький прям такой замечательный ну жаль что мой муж остался без держателя хотя я думаю что я наверное куплю те штучки и его пластиковый держатель повешу ну вот так вот она смотрится бритва прекрасно в ней находится мне понравилось а это товар открытие для меня это жидкий пластырь да за всю свою жизнь я ни разу как-то не сталкивалась не слышала хотя вы знаете что я врач и даже при этих обстоятельствах я никогда не слышала что есть жидкий пластырь я знаю что он даже есть нашего производства но это я уже знала потом на коробочке указаны сроки годности до 22 года до декабря то есть он свеженький в коробочке имеется инструкция на таком уже наверное ставшим нам родном но все еще непонятном китайском языке но я разобралась ходила в интернет все почитала и сейчас вам расскажу 10 миллилитров пузыречек и у меня вот прям своевременно на руке есть царапина которую мы с вами как раз и будем заклеивать этим пластырем пузыречки кисточка достаточно жидкий такой я бы сказала клей потому что он прям пахнет этим клеем я обработала рану и теперь хочу ее заклеить это у меня царапина свежая и здесь щипет действительно щипет когда накладываешь но это недолго и мне показалось что наверное все таки тонким слоем я положил его наш на коробочке даже толще подумала подумала и добавила вот еще не знаю наверное не стоило этого делать потому что вот он уже высох и видите пленочка это отходит но пленочку эту снимать нельзя отшелушивается он естественным образом можно мыть посуду можно делать все что угодно очень удобная вещь мне понравилось а главное что такой пластырь будет очень удобен когда где-то есть рано на сгибе например на пальцах такой часто бывает порежешься и там не держится обычный тканевый пластырь поэтому прекрасная вещь почему я раньше они не знала но сейчас пришло время маникюрных посылок кому это не интересно спасибо огромное что были со мной что досмотрели ролик до конца приходите еще а мы с девочками посмотрим что мне пришло эта посылка не с алиэкспресс а из тулы и на канале маша create я думаю кто занимается маникюром знают прекрасно этот канал была акция от фирмы никонагель они высылали 2 гель-лака на пробу вот всем подписчикам маша видимо в общем я оставила заявку мне позвонили там какие были условия либо оплачиваешь доставку либо можно что-то еще заказать и тогда будет доставка бесплатно но я что-то так посмотрела базы всякие там они аж 800 рублей стоят в общем дорогие и я не стала брать я взяла доставку а потом выяснилось что можно было еще гель-лак просто до заказать ну что сделаешь уже что есть то есть так открыточка фирменный пакетик от никонагель и вот 2 гель-лака 1 это серия королева у них и 2 опиум я вообще как раз подумала хорошо бы они бы мне прислали желтый высылают они рандомно вот ну и представляете прислали мне именно желтый весь состав сроки годности вот 7 миллилитров лакончик конечно же он стеклянный все на бутылочки есть и вроде как материалы говорят качественные не знаю у меня никогда не было этой смотрится они достаточно представительно есть и другие объемы но мне 7 миллилитров самое то и посмотрите действительно желтый но все мы знаем что желтый очень себя капризно ведет всегда в любви в любых фирмах он пришивит он плохо пигментирован и вот такой вот нюдовый цвет очень красивый но девочки напишите мне в комментариях мне вот почему то кажется что такой цвет гель-лака как-то визуально старит руки не знаю почему я пробовала себе сделала мне не понравилось вот такая мини-лампа обзор на нее есть у меня на канале она мне помогает когда мне что-то нужно сделать там два гель-лака например выкрасить чтобы большую не доставать ну что же ложится прекрасно это вот в один слой никаких проплешин я особо не увидела и второй опиум номер 19 ну конечно же вообще пигментация здесь отличная к нему никаких вопросов нет и цвет конечно красивый он вам его почему-то дает темнее сейчас вот я попробую поймать его настоящий цвет вот вот такой он посветлее то есть такой какой-то как молочный шоколад вот они здесь уже под слоем топа два слоя выкрашены но понятно что желтый цвет на типсе всегда себя ведет лучше чем на ногти но я еще не пробовала как попробую расскажу а все таки конечно все это очень красивенько и симпатично ух но на сегодня у меня все я надеюсь что мое видео вам было полезным ну и конечно интересным подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите колокольчик приходите ко мне в инстаграм я вам всем желаю удачных покупок пользуйтесь кэшбэком не забывайте экономить очень скоро выйдут обзоры ну а я желаю вам всего хорошего